Доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро. Я сейчас нахожусь в Иерусалиме, рядом. В общем, по делу, не дома. И я хочу сейчас провести урок, который чуть-чуть будет не по порядку у нас, да, хотя сегодня, сегодня эта книга, которую мы изучаем, глава Аазину, недельная глава Азина, да, и книга о Йом-Йом, они, вы сможете их прочитать, внизу скоро появится, появится скоро ссылочка на них, вы сможете их прочитать, вот. А я хочу вам рассказать то, что я понял вчера в Йом-Кипур, то, что я понял в Йом-Кипур, и, значит, мне кажется, что это очень важная, полезная информация, которая, которая может помочь каждому из нас, но мне она, во всяком случае, очень сильно помогла, так как я, в принципе, делюсь с вами то, что сам изучаю, и для меня это возможность, я обязательно учусь для того, чтобы вам что-то рассказать. Это мне очень помогает то, что мы проводим уроки, помогает мне быть все время на режиме, что я должен каждый день учиться. И без этого невозможно удерживать себя со Всевышним. То есть, если ты в какой-то момент перестаешь изучать Тору, то у тебя, ты оп, отключаешься от этого света, и тебе кажется, что ты внутри что-то рожаешь, что-то ты там, но это, это ты отключен от Wi-Fi, от главного источника, когда ты offline. Поэтому надо учить Тору каждый день. Вчера во время Йом-Кипура, в Йом-Кипур мы молимся целый день, мы стоим синагодим, молимся, 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 и был там перерывчик такой, был где-то с двух часов до четырех, был перерыв. И значит, в этот перерыв я взял книгу, книга очень интересная, называется «Мост к жизни». «Мост к жизни» Раб Тукачинский написал эту книгу, и там был, разбирался такой очень важный вопрос. Я хотел бы сейчас на эту тему поговорить, как то, что мне вот открылось. Две вещи. Первое, что такое судьба. Я вчера понял из этой книги очень четко, и что управляет жизнью человека. Вот я вам сейчас расскажу и вторая вещь, которая очень важная вещь, это в чем цель жизни человека, да? Значит, вот смотрите, в чем цель жизни человека. Если мы посмотрим на любой процесс в этом мире, то все, что происходит, делается для какой-то цели. То есть человек что-то делает для чего-то. И все в этом мире имеет начало, продолжение и какую-то цель. Нет никакой вещи без цели, да? Теперь, значит, жизнь человека, она тоже несет какую-то цель. И очень важно, что еще такая аксиома есть, да? Что ничего в этом мире, ничего в этом мире не исчезает и не пропадает. То есть есть закон сохранения энергии. Все. Один элемент приходит в другой элемент. Что-то переходит в энергию, энергия приходит в свет, свет переходит в еще во что-то. То есть все в этом мире переходит в следующую стадию своего существования. И он доказывает, я сейчас не буду приводить все доказательства, но он говорит так, что жизнь человека в этом теле – это продолжение. То есть душа, которая заходит в этот мир, она заходит в тело. Тело – это как одежда для души. То есть у каждого из нас внутри есть душа, а тело – это как одежда для души. Теперь мы на тело одеваем одежду, правильно? То есть человек, он одевает одежду, и он хочет своей одеждой показать, что он что-то хочет показать. Одел такую одежду – показал что-то, одел другую одежду – показал что-то. То есть на тело обычно мы надеваем одежды физические. Вот я надел черную футболочку, да? А на душу у нас одето тело. Тело – это как одежда для души. Теперь человек проходит этот мир. Проходит он этот мир и выходит из этого мира. То есть это фактическая реальность, аксиома, что человек, который живет в этом мире, он проходит жизненный свой путь, и в какой-то момент он выходит из тела. Его душа выходит из одежды для души, из тела. И что? И начинается следующий этап его жизни. Начинается следующий этап его жизни. Какой? И вот это главная цель жизни человека в этом мире – приобрести с помощью служения Всевышнему, выполнения заповедей, изучения Торы, приобрести одежду для души, создать себе тело, одежду для своей души, в которой он будет жить в следующем этапе своей жизни. Вот и цель. Вот очень просто, понятно. А без этого нет смысла никакого. Без этого человек все время, он что-то делает, делает, потом оп и умер. А зачем? Зачем он тогда жить? А так получается, человек всю жизнь живет, живет, живет. И если он удостоится, это понять, если ему провезло, он понял, осознал, и он начинает выполнять заповеди, то тогда он приобретает одежды для своей души. И когда он выходит из тела, из материального тела, он выходит в то же тело, только которое он себе подготовил с течением жизни. Понятная идея, да? Это цель жизни человека – это с помощью Торы и заповедей создание одежды для своей души. Теперь вторая вещь очень интересная. Что такое судьба? Значит, он говорит так, что когда душа приходит в этот мир, душа человека приходит в этот мир, она приходит с определенным потенциалом. То есть душа моя, душа Светлана, душа Ольги, душа Стелы Якубовой и так далее – это разные души. То есть душа – это некая сущность, которая имеет свои личностные характеристики до входа в тело. И значит, эта душа, она заходит для того, чтобы с помощью жизни в этом мире приобрести для себя новую одежду, для того, чтобы идти дальше в следующий этап своего существования. То есть жизнь на земле – это возможность приобрести одежду для души, находясь в этом мире. Теперь у каждой души есть свой потенциал, есть некая программа, с которой она заходит в этот мир. То есть вот человек едет, например, человек едет куда-то в другую страну, да, возьмем для примера, человек едет в эмиграцию в Америку. Какой у него есть план? У него есть план такой. Значит, план у него есть такой, что он будет хорошо жить, он будет хорошо жить, что в Америке он заработает денег, что он в Америке там женится, что он в Америке, значит, будет хорошо жить. Вот его глобальный план, то есть это его потенциал. У каждого потенциалы разные. Кто-то едет программист, кто-то едет ученый, кто-то едет пенсионер и так далее. У всех у них разный потенциал, но все хотят одного хорошо жить. Значит, душа заходит в этот мир для того, чтобы реализовать свой потенциал, пройдя жизненный путь. Но потенциал к чем? В духовном росте. Духовный рост это выполнение заповедей. Дальше. Душа приходит в этот мир и начинается, она попадает в тело. На тело надет компьютер, интеллект. И человеку дают какую-то систему координат, кто он, что он, на каком языке он будет разговаривать. Какие-то первичные в него вкладывают, что такое хорошо, что такое плохо. Крошка сын к отцу пришел и спросила, кроха. Если не спросила, кроха, то ей все равно объясняют, что такое хорошо, что такое плохо. И дальше человек примерно годам 20 становится свободным. У него есть свобода выбора, во что верить, во что не верить и так далее. И вот тут начинается, смотрите. Первый параметр это потенциал души. Это его предназначение, то, что душа заходит в этот мир для того, чтобы приобрести одежду для души, чтобы перейти на следующий уровень. Только в этом, смысл жизни в этом мире, это подготовка к следующему этапу. Второе. 20 лет включается второй параметр. Примерно он включается и раньше, но в 20 лет уже человек ответственный полностью за свои поступки. Он осознанный, он взрослый. И у него есть свобода выбора. Он выбирает, что делать, что не делать, напрягаться, не напрягаться, работать, не работать, учиться, не учиться. То есть начинается свобода выбора. И это второй параметр, который влияет на все последствия в его жизни. Значит, первое это потенциал души. Второе это его свобода выбора. И третье, вот это тут очень важно. Если он находит и выбирает Всевышнего, если это его свобода выбора выбрать Всевышнего, то есть тут никого нельзя заставить и никого нельзя не заставить. Человек выбирает. Свобода выбора. Или я верю, что Бог хозяин мира, он всем управляет. И есть душа и так далее. То есть духовная первичная, материальная вторичная. Если он делает этот выбор, у него включается новый третий параметр, который влияет больше всего на его дальнейшее развитие. Это система Тора и заповеди. То есть он получает доступ к Божественному Свету, который является формирующим инструментом для его души. И тогда он начинает уже, если он уже знает, что, когда и как делать. То есть он выбирает Тору и заповеди. И он начинает выполнять Тору и заповеди. Тогда эта сила становится главной формирующей силой, которая управляет дальше его судьбой. То есть если у человека... Давайте разберемся, как это работает. Например, человек заходит в этот мир, у него есть потенциал души. Но он не понимает, что он душа. Он не понимает, что он Божественная душа и это главное. Он не понимает, зачем он в этом мире. Тогда человек живет в механике. То есть он живет в механике. Он говорит, значит так, я подчиняюсь. И сам себе выстраивает систему координат, чему он подчиняется. То есть у него есть какие-то принципы, убеждения, правила. Он подчиняется тому, подчиняется этому. То есть он живет в какой-то системе координат. Он сам для себя становится Богом. Но когда он сам для себя становится Богом, то он может придать силу всему, чему угодно, себя сделать бессильным. Например, он может сказать, а я вообще никто, ничто. То есть я жертва обстоятельств. Понятно. Это первый вариант. И когда он живет по какой-то механике, которую он сам себе создал. То есть он, это его выбор. Второе. Дальше он в какой-то момент понимает, что все зависит от него. Абсолютно все зависит от него. И он в любой ситуации может выбирать, что хотеть, что не хотеть, как интерпретировать, делать то, что он хочет, или делать то, что нужно. А что нужно, как правильно, как неправильно. У него появляется свобода выбора. Оп, в этот момент он пробудился. Он пробудился, и он говорит, секундочку, все зависит от меня. Я выбираю, что дальше со мной будет. И главная причина всего в моей жизни – это я. В этот момент у него появляется люфт колоссальный. Я расскажу анекдот, чтобы понятно. Как-то бандиты остановили во время революции, остановили поезд, вывели из него красноармейцев. И, значит, постраивали в ряд. И ходит, я слышал это про Махно. Махно ходит, пилит ногти пилочкой. И идет мимо рядом с красноармейцами и говорит, вот этого расстреляют. Его хватают, значит, и выстрелы расстреляли. Он идет дальше, вот этого расстреляют. Его хватают, расстреляют. Идет дальше, вот этого тоже расстреляют. Он, красноармейцы, начинает отвечать, не надо, я не хочу умирать, меня не надо расстреливать. Махно говорит, стойте, этого не надо, он не хочет. И идет дальше. То есть когда человек понимает, что у него есть выбор в любой ситуации, как поступить, в любой ситуации у него есть выбор, какой принять решение, в этот момент он попадает в новый мир. И на него больше всего влияет теперь не его судьба, куда его посадили, там он и появился, а тут начинает влиять на него его выбор. Это второй этап. Третий этап, он среди множества выборов в этом мире, он понимает, что есть Бог, есть Творец Мироздания, и этот Бог, он не просто Творец Мироздания, который просто Творец, он выразил себя, и дальше у человека опять же выбор. Я верю, что он выразил себя в Торе через Машера Бен, кто-то верит, что он выразил себя как-то по-другому, но дальше человек, он пытается установить контакт с Богом, с Творцом Мироздания и со своей душой. И тогда он начинает заниматься самым главным делом, ради которого он попал в этот мир, он начинает работать над совершенствованием своей души. Если он искренне молится Богу, я верю, что Бог ему отвечает, показывает ему путь, вступает с ним в индивидуальный контакт. Это то, что я понял в Ёмки-Пурук, в этот, и очень для меня это было таким, знаете, понятным, простым, простым, понятным теперь схемой, что главное в жизни, на что обращать больше внимания и чему уделять больше внимания. Совершенствование души. Так как я сейчас нахожусь без компьютера и нахожусь в месте, которое для урока не очень предназначено, это холл, холл здания, в котором сейчас как раз у меня мать на обследовании, чтобы этот урок был для ее реформа, чтобы она выздоровела полностью, чтобы она была здорова, и чтобы было у нее время дальше совершенствовать свою душу. И совершенствовать свою душу, потому что, в принципе, в жизни на пути человека, который живет, он как-то спросили ученики, сказал Раби Лезарбе Курканас, что человек должен для взорных шува вернуться к Богу за день до смерти. Ученики спросили, так человек не знает день своей смерти, на что он ответил. Поэтому он должен делать шуву, возвращаться к Богу каждый день, и это самое главное. Когда человек с Богом, он в контакте, то тогда, в принципе, неважно, в какой момент произойдет его переход из этого мира в следующий. Он готов к переходу, он каждый день готов к этому переходу, он каждый день делает максимальные усилия для того, чтобы его душа наполнялась светом, и чтобы была реформа, что мама, было полное выздоровление всем, кто нуждается, нашим близким нуждается в выздоровлении, всем добрым, хорошим людям, чтобы они имели еще возможность в этом мире выполнить свой потенциал, дать одежду для своей же души. Все, всем удачи, успехов, хорошего, прекрасного дня, чтобы Бог, и Малой Кольный Шилот, Любеха Литова, так и чтобы Бог выполнил все запросы твоего сердца для твоего добра. Все, удачи, успехов и всего хорошего. До завтра. Счастливо.